Свою коллекцию писем треугольников времен Великой Отечественной войны он собирал около 30 лет. Покупал, находил, выменивал, а однажды нашел пачку писем на мусорке. Пакет лежал перевязанный розовой лентой. Позже оказалось, что это собственность ветерана, который недавно умер, а фронтовые письма выбросили за ненадобностью. Речь идет о коллекции полевой почты Льва Колосова. В его уникальном собрании рассказана вся история почты треугольников. Очень много экспонатов для этой коллекции мне отдала родственница. У нее муж погиб на фронте, но у нее были несколько десятков таких вот треугольников и таких почтовых карточек с войны. Она мне это отдала. Ну вот с этого и началось. Тут у меня есть почтовая карточка, отправленная из Берлина 10 мая 1945 года. На этой карточке тот, кто отправлял, написал сверху красным карандашом «С днем Победы». 9 мая был подписан акт безоговорочных эксплуатаций, а 10 мая он написал «Домой». Мы победили. История переписки фронтовой медсестры, провизорные марки Гродничины, подборка спичечных этикеток и экспозиция, их именами названы улицы, а также письма военнопленных немецких лагерей. Тематика коллекции, как, впрочем, и география участников, самая разнообразная. Эти конверты, открытки, солдатские письма и почтовые отправления военного периода можно рассматривать и изучать часами. Выставка – это своего рода подведение итогов за какой-то период, потому что мы показываем, ну есть, которые занимаются, скажем так, куплей-продажей марок. Мы этих людей не признаем и их не уважаем. Мы уважаем, что собираешь, не просто накапливаешь какой-то клад или что, а собрал что-то, разработал тематику и покажи людям. Вот это наша основная идея такова. И для этого проводятся выставки, показать, что мы успели сделать за какой-то отрезок времени. На открытие выставки приехали филателисты из разных стран, пришли представители городской областной вертикали власти и дипломатического корпуса, а также сотрудники почты. Именно последние, наравне с филателистами, выступили в качестве организаторов. Почта филателисты, они просто не могут быть в порость. И на протяжении многих лет мы с ними общаемся, они нас поддерживают путем приобретения нашей продукции. А мы, конечно, со своей стороны согласовываем с ними и тематику выпуска нашей продукции, и пополнение их коллекций, и, конечно же, проведение таких тематических выставок. По инициативе наших брестских филателистов, это именно они выступили с инициативой, мы попросили наше министерство связи включить план выпуска почтовой продукции, марочки с именами наших защитников Брестской крепости. Экспозиция «Брест-2016» – одна из самых масштабных за всю историю выставок филателии в Бресте. Побывать на ней, прикоснуться к истории через яркоговорящие почтовые знаки нужно. Тем более, что работать она будет до конца недели в здании бывшего кинотеатра 1 мая. Опытные филателисты, которые будут дежурить на вернисаже, смогут провести экскурсию и ответить на все интересующие посетителей вопросы.